Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Каждую весну на улицах Самары высаживают миллионы петуний, роз и бархатцев. За красоту в городе отвечает муниципальное предприятие Спецремстройзеленхоз. Оно же следит и за состоянием деревьев. Спиливает аварийный, утилизирует поваленный сильным ветром. Какие цветы появятся в нашем городе следующим летом? По какому алгоритму можно убрать старое дерево, грозящее придавить прохожих или автомобили? Какие работы проходят осенью? На эти и другие вопросы отвечает заместитель директора муниципального предприятия Спецремстройзеленхоз Людмила Васильевна Якубовская. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Приветствую вас в студии. Давайте мы с вами поговорим. Давно не виделись. Во-первых, спасибо, что нашли время. Прийти к нам в студию. И первый мой вопрос. Обозначьте, пожалуйста, на каких объектах работает ваше предприятие. Ну, наше предприятие обслуживает весь городской округ Самары. И работает в девяти районах городского округа. Обслуживает 160 объектов, где-то площадью 159,7 гектара. Конечно, все это идет дифференцированно. В каждом районе количество объектов свое и гектары свои. Ну, допустим, в Ленинском районе 31 объект и 27 гектар. В Кировском 18, но 25 гектар. То есть здесь какой район и сколько там уже благоустроено скверов. Мы зависимы от этого. Да, каждый район имеет свои особенности. Конечно. Расскажите, вот вы давно работаете в этом предприятии. И какой вам район, ну, ближе к сердцу, что ли? Краши какой район? Ну, я хочу сказать, работаю я, конечно, очень давно на предприятии. Ну, как сказать, какой краши район? Я считаю, что все районы по-своему красивы. В городе районы, они поменьше, конечно, и более понасыщены объектами. Ну, а те районы, которые подальше, как мы называем, Безымянка, это Акировский, Советский район. Там, как говорится, объектов поменьше, но они площадью побольше. Вот, и Красноглинский район, если взять, тоже там объекты, очень много объектов, но они маленькие, допустим, на поселке, территории поселки Управленческого. Очень много, но маленькие. Но вот в прошлом году реконструировали один объект в поселке, значит, Овчарова. Так, прибрежно, поселок прибрежно, и он называется сквер Овчарова. То есть там полностью все, весь сквер переделали. Появились новые дорожки, появились газоны, посажены кустарники, деревья, детские площадки, спортивные площадки. То есть преображается полностью, как говорится. Я хочу сказать, не только преображается, но и преображается качественно и количественно с каждым годом наш город. Вот вы знаете, я когда проезжаю по улице нашего города и вижу вот на больших развязках клумбы, и они всегда в идеальном состоянии. Конечно, спасибо вашим специалистам огромное. Но вот как удается следить и поддерживать достаточно такие большие масштабные объекты? Ведь цветочек к цветочку, газончик к газончику, дорожки, ну все вот со стороны выглядит просто великолепно. Ну вы правильно подметили, что вот именно развязки, они, как это говорится, очень красивые, цветут и ухоженные. Все стараемся... Несмотря на загазованность, да? Даже несмотря на загазованность. И уделяем им больше внимания, ну с какой точки зрения. В сквере, конечно, проходимость большая, люди отдыхают. Но когда вот эти вот развязки, это основная магистраль города, через которую проезжают, ну не только наши жители, но и те жители, которые приезжают нам и в командировки, и в гости. То есть это сразу создается впечатление о городе. Поэтому этим развязкам уделяется очень большое внимание. И с каждым годом, можно сказать, модернизируются какие-то новые цветники, выполняются, что-то придумываем еще новое, чтобы как украсить нашу развязку. Потому что это первое сразу лицо города. Конечно, визитная карточка даже можно назвать. Да, визитная карточка. Хорошо. А сколько персонала в вашем подчинении? Расскажите, пожалуйста, кто эти люди? И нужно ли какое-то специальное профильное образование, чтобы работать в вашем предприятии? Ну, как сказать в моем подчинении? Я вообще-то курирую отдел благоустройства, эксплуатации. Но это все взаимосвязано. Конечно. Мы все взаимосвязаны между собой. Наш участок эксплуатации, он связан с участком механизации. Наш участок эксплуатации, или можно сказать наоборот, связан с оранжерейным хозяйством, с питомником. Поэтому хозяйство у нас очень большое. У нас одни питомники только где-то 53 гектара. Понимаете? И мы, то, что касается древесно-кустарниковых пород, мы пользуемся только своим посадочным материалом, райнированным. Мы не заводим из других городов. То есть этот материал весь адаптирован. Что касается цветочной рассады, то же самое у нас есть оранжерейное хозяйство. Мы тоже пользуемся только своим материалом. То есть мы вот буквально, может быть, через месяц, а может и через полмесяца в наших оранжереях начнется посев уже, закладка на следующий год наших летников, которые будем мы использовать на объектах города, украшать город. Ну, по транспорту, что скажу, у нас где-то около 80 единиц транспорта. Это транспорт, значит, у нас и КАМАЗы, самосвалы, которые нам необходимы, если мы там меняем грунт, значит, мы выбираем, завозим грунт. Это у нас экскаваторы, это у нас амкадоры, это погрузчики, которые мы используем то же самое при устройстве и газонов, при устройстве цветников. Это у нас гидроподъемники или, просто сказать, вышки, которые мы применяем при санитарной обрезке деревьев, при валке деревьев. То есть ассортимент у нас очень большой. Ну, и, естественно, спецмашины, которые у нас 9 районов города, плюс ко всему, мы еще из района доставляем людей к нам на работу. То есть это все у нас в обслуживании находится. Ну, хорошо, конечно. Больше 80 единиц привлеченную технику мы... Не используете, только все свое. Нет, не используемся. И это верно. У нас все свое. То есть все свое, что мы заработали, должно остаться у нас. Да. Очень хозяйственная точка зрения. Людмила Васильевна. Скажите, пожалуйста, летом привлекаете ли вы дополнительные силы, дополнительную рабочую группу? Потому что ведь сезон и работы очень много, да? Вот если вообще по объему говорить. Ну, если говорить по объему, конечно. Зима и лето – это объемы разные. Но что хочу сказать. Мы, во-первых, у нас есть постоянный костяк рабочих, которые, значит, и зимой, и летом они остаются. И, кроме того, принимаем сезонных рабочих. Мы то же самое набираем. Но если приходят школьники, приходят студенты, мы им тоже не отказываем. То есть мы их берем на работу, согласно законодательства, сколько они должны отработать времени. Ну и предоставляем ту работу, посильную, вернее, работу, которую они могут выполнять. Скажите, а интересна работа у вас? И если, допустим, вот есть желание общаться с растениями, посадить, внести частичку себя, да, своего труда в жизнь города, когда стоит побеспокоиться, позвонить вам и устроиться на работу? Вот такие рекомендации можете дать? Ну, пожалуйста, приглашаем на работу к нам. Приходите, устраивайтесь, горожане. Весной. У кого есть желание поработать у нас, пожалуйста, приходите. Но это должна быть любовь к растениям. Ну и забывать, что труд у нас нелегкий. Нелегкий. Труд нелегкий. Конечно, сравнить работу на предприятии и сравнить работу у себя на даче. На дачном участке. Да, бывают такие случаи, что приходят при устройстве и говорят, да я на даче работаю, вы меня не пугаете. А через неделю приходят, говорят, нет, вы извините, это не тот труд. Ну, пожалуйста, сколько отработали, спасибо. Оплата достойная? Оплата достойная. Прекрасно. Причем оплата у нас достойная, без задержек, день в день. И плюс аванс. Хорошо. А то, что вот говорите, специальные люди, значит, ну, костяк, это уже есть костяк, они уже не один год отработали. Да. Вот, но когда приходит у нас зима, вот, когда немножечко времени остается, можно сказать, то есть можно выделить немножко времени, проводим обучение, во-первых, сотрудников. Это как и рабочих зеленого строительства. Плюс ко всему, мы занимаемся валкой и обрезкой. Это у нас бензопильщики, это у нас люличники. Вот, значит, мы их обязательно обучаем. Без допуска, без удостоверения. Техника безопасности здесь. Техника безопасности к работе не допускается. Плюс ко всему, еще у нас летом используются газинокосилки, тримера, ну, это травокосилки, попросту сказать. То же самое проводим обучение. Да, хорошо. Вот горожане порой очень болезненно реагируют на спиливание деревьев в городе. Скажите, пожалуйста, каков алгоритм о спиливании аварийных деревьев и их замены на новые, соответственно, Людмила Васильевна? Ну, я что хочу сказать. Горожане, конечно, реагируют. Но нужно учесть то, что вот эти деревья, которые в городе высажены еще во время войны, и во время войны сажали, у нас есть история, что сажались эти деревья. И вот эти вот огромные, которые тополя, это деревья очень ломкие при вот таком, ну, 25 метров в секунду ветер. То есть эти сразу деревья, то есть и ветки ломаются, и сами они падают. То есть постепенно, они, конечно, уже по 60 лет и больше, вот, постепенно, конечно, их надо убирать. Но мы этого не делаем, мы делаем только тогда, если это дерево действительно начинает усыхать, или это дерево больное, или это дерево с дуплом, только тогда мы начинаем снос этого дерева. А алгоритм какой? Значит, сохранность зеленых насаждений возложена на администрации городского округа Самара. Вы на это знаете. Поэтому алгоритм для всех один. То есть для нашего предприятия или другого предприятия, или же это будет частное лицо, обязательно пишется заявление в администрацию района, прикладывается схема, прикладывается фотография в обязательном порядке, вот, и все это направляется в административные органы. После этого там выходит комиссия, все это дело осматривают, и принимается решение. Разрешается снос этого дерева или не разрешается. И обязательно выдается порубочный билет, в котором указывается, что мы или кто-то другой должен при этом сделать. Ну, а то, что снос, да, снос каких-то больных обязательный. Ну, я что хочу сказать, что вот, допустим, только вот в этом году мы, вот, весной-осенью посадили 1184 дерева. Причем, значит, это больше 100 елей. Больше 100 елей. Ну, вот вы видели, какие ели. Высотой где-то 3,5-3 метра. Вот, 200 каштанов. Это я так вот привожу. Все эти деревья, все по ГОСТу. Если это с оголенной корневой системой, это 2 с лишним метра. А если это деревья с комом, ком у ели большой, да, где-то полтора метра. Потом ком бывает 0,8 на 0,8. То есть это нелегкие деревья. Закрыта корневая система. И, соответственно, значит, мы копаем ямы соответствующие. И, соответственно, значит, убираем непригодный грунт и добавляем туда чернозем. Это вы сейчас рассказали о тех деревьях, в том числе, которые убирают и спиливают на территории города, либо внутри, на придворовых территориях. Нет, это только, значит, на территории скверов, то есть общественных мест городского округа Самара. Мы, я немножко уточню, мы обслуживаем, наше предприятие обслуживает именно общественные места. Но то, что касается посадки, кроме нас там тоже, вот, допустим, на магистралях деревья убираются, которые аварийные, мы сажаем и на магистралях. То есть если внутри домовые территории, придворовые территории, к примеру, дерево, если загораживает окно, в квартире темно, вот здесь в таких случаях обращаться же ведь тоже в администрацию, в свою управляющую компанию. Кто вот за этим следит, не к вам вопрос, но совет. Нет, это тоже вот даже не в управляющую компанию. Нужно обращаться в администрацию. Управляющая компания может только выполнить эти работы. Только выполнить. А администрация... Но порубочный билет, вся технология будет также сохранена. Хорошо, а когда начнется планирование на следующий сезон? И скажите, пожалуйста, вот интересный вопрос, а кто и как принимает решение, какие цветы украсит город? Ну, что я вам хочу сказать. Планированный на следующий сезон, ну, у нас есть заказчик, который занимается планированием. То есть вы знаете, что сейчас все идет через торги. То есть заказчик планирует деревья, цветы, уходные работы за газонами, за элементами благоустройства, за дорожками, за урнами, за детскими площадками. А после все это выставляется на торги. Кто торги выиграет, тот и будет ухаживать за нашими общественными местами. Скажите, а вот как по поводу цветов? А там тоже закладываются цветочки обязательно. А потом на основании того, что заложено, ну, разрабатываются схемы, обсуждаются, значит, схемы с теми, кто выиграл торги. Людмила Васильевна, а по сортам? Вот ежегодно мы, как я уже сказала, розы, петуньи, бархатцы, а вот какие-то новые растения добавляются. И вообще, вот как составляется ландшафтный дизайн тех или иных клубов? Кто за этим следит, кто контролирует? Ну, во-первых, контролирует, опять-таки, заказчик. Вот, ну, вообще мы высаживаем за сезон, можно сказать, это весна, 38 тысяч метров квадратных. 38, точнее, и 6. Это, понимаете, сколько? 3,8 гектара. Вот, ну, что хочу сказать. Последнее время, это сюда входят и летники, многолетники и луковичные. Значит, в последнее время сейчас идет тенденция, расширяем площадь посадки многолетних цветов. То есть, чтобы... Таких как? Ну, сейчас подскажу я вам. Значит, у нас, ну, их много, значит, ирисы, амсония, геленю, вероника, шалфея, хиноцея, котовник. Ну, в общем, разные. И карты даже, да? Да, да, да. Хоста, лилейники, отчиток. Вот, то есть, стараемся, как сделать теперь, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, но и на будущее, мы также будем участвовать в торгах, вот, что это будет компоноваться и компонуются цветники, чтобы там были кустарники, чтобы там были многолетники и летники. Чтобы одни отцвели, вторые зацвели, то есть, вот таким вот образом. Вот, и сейчас много применяем мы можжевельник, вы знаете, прекрасно. В этом году, кстати, мы высадили 300 штук можжевельников на объектах города. Можжевельник казацкий. Замечательное, красивое растение, я сама его очень люблю. Который, да, он разрастается. Да. А вот, то есть, вот таким вот образом, то есть, мы наращиваем темпы на увеличение луковичных, это тюльпаны, нарциссы ранней весной. Вот, кстати говоря, ведь на 9 мая наш город всегда украшен тюльпанами, практически. Можно сказать, 9 мая, кроме тюльпанов, вы знаете, погода, она есть погода. Сегодня она солнечная, завтра она пасмурная, ну, то есть, как это говорится, 9 мая должно у нас украшено. Мы, конечно, надеемся на наши тюльпаны, нарциссы, но и надеемся на то, что мы высаживаем где-то около 9 тысяч метров квадратных к 9 маю летников. Уже? Уже. Это не только здесь, в центре города, это также на Безымянке. У нас есть аллея Трудовой Славы. Слава, да. Да, обязательно там. Открылся новый объект. Конечно, обязательно. Нужно его. Вот, площадь Куйбышева мы обязательно высаживаем. Мы высаживаем улицы, улица Куйбышева, улица Фронзе, улица Красноармейская, вот, улица Молодогвардейская. То есть, все это мы делаем. А кто же обслуживает и поливает вовремя, содержит вот эту красоту в красоте, если можно так сказать? Ну, кто обслуживает? Кто посадил, тот и обслуживает. Конечно, это тоже тяжелый момент, в каком плане. Опять все зависит от погоды. Вот. В этом году, как-то говорится, обслуживали, поливали, можно сказать, круглосуточно. Да, лето было очень жаркое. Лето было очень жаркое. Полив требовался, да. Конечно, было круглосуточно, потому что не успели полить, уже все высохло. Да, но кроме того, у нас есть еще автоматический полив на объектах, особенно те, которые реконструированы. Это 102 тысячи метров квадратных автоматического полива. Скажите, пожалуйста, обсуждается ли тематика посадки на будущий год? Вот 2018 год у нас был чемпионат мира, проходил в нашем городе, тоже тематика была определенная. А на следующий год будет какая-то особая тематика? Ну, пока нам особенно эту тематику не определили, но я думаю, как мы торги выиграем, сразу определят. Да. А чем сейчас занимаются ваши сотрудники, занимаетесь вы, какой объем работ возложен на вас сейчас? И вообще, вот если говорить о все-таки трудоемкости, вот какой сезон самый такой горячий для вас? Ну, самый горячий сезон – это весна и лето, естественно. Ну, вы знаете, если так честно сказать, горячий сезон у нас круглый год. Мы без работы не бываем. Весна наступает, надо привезти объекты в порядок после зимы. Не успели привезти, надо посадить. Не успели посадить, значит, нужен уход. Только посадили, начинает цветать, пошли многолетники. Потом пошли, значит, луковицы. Весной мы еще сажаем и деревья, и кустарники. Там очень мало времени, но мы сажаем. Осенью мы опять сажаем. Вот я вам только сказала, тысячу сто мы посадили. А еще четыре тысячи сто кустарников мы посадили за осень. То есть цепочка, она непрерывная. Кроме того, значит, это валка деревьев, это обрезка деревьев, это формовка деревьев. То есть это тоже. Кроме того, еще я не сказала, мы обслуживаем 42 фонтана. На территории города. Но это тоже с утра и до поздней ночи обслуживание фонтана. Работа сложная, трудная, но интересная. Интересная, да. А зима придет, конечно, будем чистить дорожки. Вот так. Так, вывозить снег, ухаживать за площадью Куйбышева. Новый год будет, будем встречать на площади Куйбышева его. За что вы любите свою работу, Людмила Васильевна? Ну, за что я люблю свою работу? За то, что наша работа украшает город и доставляет удовольствие людям, я так считаю. Все-таки приятно выйти и посмотреть. Вот цветочки цветут, правильно? Дерево вот распустились, листья, она становится, листочки зеленые. Уже другое у людей настроение, правильно? Настроение, да. Но и отношения, скажите, вот последнее время участились или наоборот стали реже случаи, когда люди выкапывают себе, может быть, домой или срывают цветы на общественных клумбах. Ну, я что хочу сказать. Люди наши, городского округа Самары, наш город любят, уважают, интересуются проблемами нашего муниципального предприятия, спецремстрой, зеленхоз. Ну, так все у нас нормально. Ну, единственное, хотелось бы попросить таким образом, что как бы поддерживали санитарное состояние нашего города, отдыхают на объектах, у нас есть урны, конечно, то есть, чтобы пользовались, тогда у нас больше времени останется на благоустройство наших объектов, на уход за зелеными насаждениями. Вот это бы я хотела сказать. Да, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Там, где не ссорят. Поэтому мы об этом мечтаем, потому что у нас рабочий день начинается с 7 часов с того, что мы идем подбирать мусор. Да. Ну что же, спасибо вам большое. В заключении мы посмотрим еще один сюжет, как вы проводили работы летом. Ну, а по традиции хочу предоставить заключительное слово вам. Пожалуйста, Людмила Васильевна, что бы хотели пожелать себе, своему коллективу, ну и, конечно, жителям нашего замечательного, любимого города? Ну, не себе, а своему коллективу, чтобы наш коллектив процветал на данном поприще, которым мы занимаемся. Побольше объемов. Так. Побольше, значит, квалифицированных сотрудников. И, естественно, в наше время здоровье, здоровье и здоровье, которое нам нужно в любое время, как для работы, так и для семьи. И также горожанам на данный момент. Момент. Да, здоровья и хорошего настроения. Ну, а вы работаете на свежем воздухе, да, в основном-то, если сказать. Поэтому вы здесь более защищены, скажем, вот от общения. Спасибо еще раз я вам говорю за квалифицированные ваши ответы. Успехов вам в наведении красоты и чистоты в нашем городе. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего и, конечно, будьте здоровы. До свидания. В сквер имени Фадеева Ольга Назарова приходит несколько раз в день вместе с маленьким Сашей. Сыну два месяца и гулять приходится часто. Говорит, ухоженные клумбы не только радуют глаз и создают хорошее настроение. После ежедневного полива цветников даже воздух становится особенным. Свежим и вкусным, отмечает девушка. Очень красивый город, очень много цветов, ярко. Бабочки летают, пчелки и так далее. Приятно гулять по городу. Уход за самарскими скверами начинается с уборки территории. Коммунальщики подметают дорожки, протирают лавочки. Затем специалисты муниципального предприятия «Спецаринстройзеленкоз» приступают к поливу цветов и деревьев. В этом году на улицах, в парках и скверах города высадили более 38 тысяч саженцев. Лето выдалось жарким, поэтому полив зеленых насаждений идет в круглосуточном режиме. Днем в городе работают порядка 10 поливочных машин, включая мультикары. А в ночь на подпитку растений выходит 17 единиц техники. Работы по поливу идут как с применением бойлеров, так и в автоматическом режиме. Как человек хочет пить, так и растение хочет пить. Поэтому, как говорится, периодически растения необходимо поливать. Поливать растения, деревья и кустарники сотрудники города ленхоза будут до середины октября, то есть до первых холодов и заморозков на почве. Часть цветников уберут и произведут высадку многолетних растений. Работы по их технологическому уходу начнутся уже весной будущего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова